Привет, друзья! С вами Оксана Арт. Я собираюсь вести свой блог на ютубе. Это мое первое видео. Возможно, у меня нет такого опыта. Ну, все когда-то начинали. Впервые. Я художница. Но художником я стал совсем недавно. Год. До этого, я хочу, чтобы вы знали обо мне, я проработала в IT-компании почти 20 лет. Сначала в энергетическом секторе. Привет, друзья энергетики. Затем в налоговой. Налоговая, Кривой Рог, Киев. И более 10 лет в аутсорсинг этой компании LoveSoft. Я вас всех, друзья, люблю. Hi, guys! Причем на серьезных крупных международных проектах, таких как Dell, Deutsche Bank, ну, не буду все перечислять, неважно. То есть я состоялась как программист. Но, как наступил какой-то момент, я даже помню, когда это был 2014 год, возможно, наложилась обстановка в стране, революция, война, кризис. И душа требовала какого-то выхода, какого-то выхода именно творческого. Мне попалась картина по номерам. И все, я пропала. Так началось мое знакомство с красками. Поэтому, друзья, если вы видите, если вы хотите начать, начинайте. Начинайте хоть с чего-то. Берите краски и рисуйте. Берите по номерам и рисуйте. Что это для меня открыло? Это для меня открыло именно почувствовать магию, магию, как на холсте из ничего вдруг вырастает. Вырастает прекрасная именция, вырастает какие-то мечты, вырастает то, куда ты хочешь поехать, вырастают цветы прекраснейшие. И опять же, рисовала-рисовала, пока однажды мой коллега не сказал, Оксана, сколько ты можешь рисовать по номерам? Бери краски, кисти в руки и рисуй то, что ты хочешь. Я говорю, как? Это возможно? Он говорит, конечно, вперед, иди учись. И таким образом, да, я пошла учиться. Я пошла учиться, и мне очень повезло, мне очень повезло с моим первым учителем. Это была студия в Шартного палаце. На тот момент арт-студия ЗОЛО и пан Ярослав Тарновской. Привет, пан Ярослав, я вам душа пячно. В общем, вы для меня, вы вселили в меня уверенность, что я могу, что у меня получается. И таким образом для меня открылся целый мир. Потом пошли разные курсы, я ходила в разные студии. Очень долго занималась у Михаила Медведева в студии. Это все была наработка какого-то опыта. Пока в один прекрасный момент я не поняла, что, оказывается, мне нравится больше рисовать, чем программировать. И я понимаю, что, ну, зачем? Жизнь одна, значит, я предназначена для чего-то другого. И я увольняюсь, увольняюсь с работы. Кстати, на LinkedIn я как программист, там у меня полная биография и так далее. Висит и звонили недавно с работы, предлагали, предлагали выйти. Но, ребята, нет. После того, когда я стала рисовать, у меня, я изменилась. Передо мной открылся весь мир. Мне стало настолько интересно и увлекательно, когда ты не замечаешь ни время, ни места. У тебя вдруг происходят какие-то такие невероятные события, люди, встречи, места, картины. Ну, совершенно поменялись интересы. В общем, кому интересно, я могу рассказывать. То, что нравится мне, как понимаю, я искусство. Да, я не профессиональный художник в таком академическом смысле, но я учусь. Учусь, прогрессирую. То есть у меня уже более 60 картин. И я на этом не останавливаюсь, я пишу, потому что я сейчас без этого не могу, не представляю свою жизнь. У меня есть свой сайт. Кто хочет посмотреть мои работы, милости, прошу. Но мне важно рассказать людям или, может быть, дать понять, что любимым телом можно начинать заниматься в любом возрасте. И это не так страшно. И главное, ну, попробовать, поверить в себя. Поэтому, если вам интересно, то буду снимать видео. Буду рассказывать. Буду рассказывать о художниках. Буду рассказывать об истории. Буду рассказывать о самых невероятных сейчас выхожденных. Буду рассказывать о художниках. Буду рассказывать о художниках. Буду рассказывать о художниках. Продолжение следует...